В сотейник с толстым дном наливаем молоко, добавляем ванилин и нагреваем на слабом огне. Растираем желтки с сахаром, вливаем немного холодного молока, насыпаем крахмал, наполовину разведенный с мукой. Помешиваем до равномерной конститенции. Яичную смесь вливаем в крахмально-мучную смесь и перемешиваем. Темперируем яйца, предотвращая их от сворачивания при последующем нагревании. Вливаем эту смесь в горячее молоко и ставим на огонь, венчиком непрерывно помешивая, чтобы не было комков. Если все же комочки образовались, рекомендую протереть через сито. Далее накрываем пленкой в контакт наш крем и ставим на охлаждение. Тесто нарезаем на формы. У меня вот такие небольшие формы. Ставим в разогретую духовку 220 градусов на 15-20 минут. Готовим до светло-коричневого цвета. Остужаем. Далее в крем добавляем сливочное масло. Перемешиваем лопаткой и взбиваем все миксером. Накрываем пленкой и опять остужаем. Как коржи наши остыли, можно смазывать торт кремом и посыпать крошкой. Вот такой тортик у нас получился. Вот такой он в разрезе сразу же после приготовления. А вот я сфотографировала его на следующий день, когда он пропитался. Он очень вкусный, слоистый, пропитанный домашний торт Наполеон. Приготовьте и порадуйте своих близких на празднике. Впереди их много.